Ну, во-первых, раз у нас уже такая вот сосна, и достаточно с толстыми ветлями, да, с полами, то, в принципе, мы можем, вот пока у нас лестницы нет, во всяком случае, для этой сосны будет основным инструментом пила. И дождался. И мы на него киримас, как-то, если с моим водой киримас, как-то, если с моим водой киримас, то есть внутренние, те, которые идут вверх, то есть они внутри и вверх, вот сейчас это срезает. А вот то, что мы, именно если говорить о той форме, которую показывали в музее Адачи, только что на фотографии кто-то видел, наверное, это Киуцкомасё. Вот под эту форму идет. Подержите, да, чтобы особо... Какой особо! Какая особо! Какая особая! Линька, по этому же принципу я делал, я смотрю, подтверждаю свои действия. я так уже сосно сделал весной, как я в первый раз зарезал ну, вот этот сад, который я сошел, сегодня я садился я садился я садился я садился я садился Это ты не делал, ну принцип, кроме создания тоже. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Сейчас поросит пока внизу не ходить, потому что опасно, он сейчас скидывает И он все время будет сейчас туда-сюда, вверх-вниз Сейчас сосредоточился просто на стрижке, может пока ничего говорить не будет Сейчас он в своем темпе классически проработает Сейчас он будет молча, он покажет свою скорость Субтитры делал DimaTorzok Делал DimaTorzok Такой же скорость сейчас Добавил субтитры делал DimaTorzok 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 Это для работы следуетbach Добавил субтитры делал DimaTorzok Смотри, смотри, странная штука, вот он видит растущую внутрь не обрезал, а лидеры убрал, вот на этот верх, который он вперед, вот внутри растет. А он ее подрезал, вот с него загорелся. Вопрос надо задать. Татары, они как китайцы, где-то с камерами ходят. Я же для вас делаю все. Я же не знаю, что он сказал. Я же не знаю, что он сказал. Он смотрит, сам принимает решение, что нужно сделать. Поэтому некоторое время смотрит на сосну, и как только принял решение, начинает обрезать. Вот смотрите, секунду буквально. Это как раз принимает решение. То есть, еще он сказал, что отрезает вот эти вот обычные, которые надо отрезать практически без принятия решений. Вот эти, которые внутренние и так далее. А когда вот иногда он начинает задумываться, это он как раз задумывается на принятии решения. там еще одна ветка, которая смотрит внутрь, он ее тоже оставил. Сейчас потом все вопросы тоже зададим. Не-не-не, мы как раз не беспокоим. Если нет, то есть, конечно, в ирке, в ирке, в ирке, в ирке. — Можно спросить. Ну еще что ли, да? А когда вы, где-то узнаете. Ну что, как раз видеть. Вот так вот и ручная троих. Лучка-то, как раз. А ты, как раз. Когда уеличили ты, я решила менять. Я не могу проехать, не могу. Я не буду. Я не могу. Я люблю. Сверху внизу он рассказывал идет в описании. Смотрите продолжение в следующей серии. Блин, а? Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Мы за ними больше ухаживаем, из них уже делаем форму, а верхние постепенно растут, мы их просто либо уничтожаем, либо придаем форму дальше роста. Дело в том, что это как раз для круглой формы. А круглую форму создает именно две макушки. То есть это даже не макушки, это вот эта вот как раз форма, на которую ориентируется сейчас мастер при обрезке. Поэтому и они будут все время находиться здесь, и они будут формировать вот эту вот форму, которую мы видели на фотографии. То есть только мы срежем какой-нибудь из них, либо это пойдет, да, вот, которая нижняя, да, и получится вот такой вот срез, как на бок. Либо если мы ту срежем, то вот так. А нам же нужно, чтобы вот она была шаром, да, вот этот вот кругом, который вы видели на фотографии. Соответственно, мы выбрали вот эти две, там их третья еще была. Вот выбрали эти две, и они пойдут вместе для формирования вот этой необычной формы. Потому что мы делали эту сосну, обрезали именно под вот эту фотографию. Значит, перед тем, как браться за ножницы, мастер обычно снизу смотрит на сосну. Смотрит полностью на форму того материала, то есть того дерева, который он сейчас будет с которым работать. И так как, в общем, и после этого начинается формирование. Так как мы с самого начала увидели, что здесь много стволов и возможности вот этого вот круглого формирования, значит, я тоже посмотрела сначала на сосну и понял, что да, это действительно так. И под эту форму начал формирование кроны. Вот сейчас вы видите, то немножко вверх идущие, коротковатые, да, но это вот на данный этап, вот на этом закончили. Постепенно, каждый год, применяя обрезку, будет формироваться вот эта вот плоскость, да, вот о которой говорили, плоскость и длина, которая нужна в данном моменте. То есть это будет из года в год меняться форма нижних веток под ту, которую мы хотим. Сейчас вот пускай так останется. Вот, и немножко они удлиняться, им дадим возможность удлиниться еще. Компай, как я сейчас говорил. Вот я с вон, что мы можем видеть, чтобы мыслики, а потом настоящее время не занимались в таком храме. Поэтому вот, если мыслики, если мыслики, то мыслики как бы попробуем этот, что мыслики, то мыслики, я уже не думали, что мыслики до 6-0, что если мыслики, то мыслики. Как здесь, насколько я себе понял. Поэтому мы в первичной обрезке оставляем 60-70%. То есть больше не обрезаем. Хотя, конечно, можно еще тут уже сделать. 60-70% оставляем и ждем, когда будет дальнейшее вырастание. Вот, значит, она у нас осталась. И вот эти вот все ветви, которые там остались, они постепенно начинают расти. Вы представляете, да, вот это? И эти тоже растут. И, соответственно, они опускаются постепенно. Принимают более горизонтальнее. Становят горизонтальнее. Если же мы сейчас срежем, очень будет вот это пространство, зазор сильный. Это даже будет эстетически некрасиво. Вот, и скорее всего, когда они вырастут, они очень близко сойдутся. И этот слой, и этот. Но вот тут мы будем решать, какой из них срезать. То есть будет идти достаточно жесткое здесь срезание. А пока мы оставили этот кусок вот такой, ну, для дальнейшего роста. Вот, поэтому в Японии мы так делаем. Но если я понял, что в России больше растет, в принципе, можно сделать еще большую обрезку с первого раза. То есть можно не этим ограничиться, а еще увеличить объем срезов. Ну, да, но тут опять нужно очень четко баланс рассматривать. То есть вот я сейчас сказала, что можно еще подрезать, да, вот в вашем климате. Но если уж совсем слишком срежешь, ведь будет и некрасиво, и непонятно, да, что там. Вот, поэтому вот на нашу эстетику пока так. Так, вот, если вот ту форму, которую мы видели на фотографии, которая находится в художественной галерее Адачи, то вот это вот его первоначальная обрезка, которая была бы в Японии. Вот, и дальше мы ждем, вот как они удлиняются, утяжеляются, принимают горизонтальные вложения. И каждый год начинаем стричь. Вот тут как раз вопрос ваш, да? Вы спрашивали, сколько нужно до той формы, да? В Японии, мы спросим, сколько в Японии он предполагает? В Японии, мы спросим, сколько в Японии он предполагает? Да, вот как пять лет пройдет, уже будет понятно, видна форма. Да, то есть вот, ну действительно, вот в этот период начинает проглядываться настоящая форма, настоящая структура. вот мастер сказал что может быть побольше бы срезала чтобы он еще бы срезал не вижу резки вот здесь можно было бы обрезать а то а сейчас я даже это срежу коррева тонари не на ты у нас зеребра не на пиросы ванка мая москва корреско коррекори добро за коррева не коррекция утококом на альтару нет вас ведь ау-де-шо в общем вы правы но сейчас мы резать не будет потому что получается пустота В будущем эти ветки вообще не будет. Но сейчас, когда вы切ли, то форма здесь не будет. Тогда форма меняется не красиво, да? В будущем эти ветки вообще не будет. Вот эти ветки, где он держит, там не будет. Вот здесь он сказал. Вот как только это вырастет нормально ветка, вот как ей будет мешать вот так, сразу то режем. Вот эти обе будут спускаться, они, видите, будут приближаться. Как раз они заполнят это пространство. Они же тяжелыми становятся. Тогда мы здесь режем. Наруи таки, так ли, эта форма, вот эта форма, эта форма, мы же сейчас уже круглую форму мечтаем. Да? И сейчас она у нас тоже должна быть все-таки какой-то вид иметь. Вот пока что вот эта форма уже рисовалась, мы вот оставляем. У меня вопрос сейчас понял просто. Я видел на одном видео на YouTube, японский мастер выкладывал, он во время формировки растения, ну мне так показалось, что видит, который он пытался угнетать, придушить немножко ее рост, он делал надрез, то есть нарушал питание, но оставлял, не убирал. Это я правильно понял или нет? Да. 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 Так, поэтому я думаю, что это не будет, всё равно но не забывало. Но поэтому я в общем, не забывал, ничего не болен, пока ничего не забывал. То есть это для того, чтобы короткие стилизации. Так что можно было хорошо. Но это всегда хорошо, чтобы стилизации начнутся, чтобы это увеличить быстрый рост и хорошо рост. Это, наверное, я думаю, что, как я думаю, это не так, чтобы это было большим, чтобы это было большим, чтобы это было большим. То есть они, например, если захотелось бы вот эту ветвь усилить, но при этом не оставить еще вот эту ветвь, чтобы она закрывала пространство, вот здесь подрежут, чтобы вот сюда не шла, чтобы не в принципе уменьшить рост всей ветки, а чтобы наоборот усилить рост вот этой, то есть больше передать соков вот этой ветке. То есть, скорее всего, не в принципе, чтобы вот это перестало расти, а чтобы это отдавало сюда соки. Вот то, что я видел, ну почему? То есть он так раз подошел, посмотрел, и оставил. И вот, что-то в видео, где видите, маленькое, маленькое, не маленькое, да? Ну, это образ. Да, поэтому в видео нахитово, я паре, видите, видите, а тогда, кууу, китте, ханаретте. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да, он точно сказал, чтобы не шли соки, то есть подрезанную ветку оставляют. Но основная задача ее не то, чтобы та засыхала, но то есть она потом будет срезана, а именно тоже, чтобы перенаправить сок на определенную ветвь той же структуры. Причем, вот именно делается так, что вот к той ветке, которую вот нужно подавать, Допустим, если вот к этой, то вот тут. Да, то вот здесь. Муси иконоэда о нобитте, хоси, тсуёку не натте хоси, и ко ко ни киру. И самое главное, что мы все время обращаем внимание, что всегда принимаем решения сами. То есть вот то, что я там рассказываю или то, что там было на видео. Например, на видео такой вот все время делал это. Это не значит, что мы будем перенимать этот опыт. То есть просто вот, что такое есть. Но это не значит, что это устоявшиеся правила. Но такое именно существует. Вот тоже так же, как я вот говорю, то есть всегда мы делаем уже под себя, решаем, что делать. И вот мы опять же все время повторяем одно и то же, что, человек, который уже обладает определенными, мастер, творец. Вот. И чтобы там не показывали на каких-то там видео и так далее, то есть надо от этого всегда абстрагироваться. Человек смотрит на дерево, он принимает сам решение и никто ему не указ. Вот даже так. И вот мы очень даже любим, когда мы ошибаемся в начале пути. То есть с самого начала мы не предполагаем, что у нас будет все успешно. Чем больше мы ошибаемся, тем даже лучше, потому что это есть и есть урок. Жизненный. Так что мне очень часто говорили, что у меня спрашивают, как же научиться. Я говорю, да идите вот в горы вы. И там у вас будут много деревьев, которые, в общем, по сути бесхозные. Сколько бы вы там не обрезали, никто вам не скажет, что вы не так сделали. Тренируйтесь, 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 да. Так что никто тут не подойдет и не разберется с вами. А как на японском идите в горы? Яманийко. Это где собрался принимать, применять? Заказчикам? Яманийко. Я говорю, мы по-принь, дочери. Нет, 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 нет. Боро-боро, яманийко. Это где собрался, как и дробо, как и дробо. Яманийко. Мы, 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 не знаем, что мы ни на земле. Поэтому на земле их не делаем. Дальше мы собрались на земле, чтобы мы снимали видео. Мы собрались с собой и не делали. Ну, в общем, давайте так обобщим, что для того, чтобы стать умелым человеком, нам нужно смотреть и усваивать определенные, конечно, знания, в том числе видео, пытаться что-то сделать и обязательно ошибаться. И очень много работать. Матахатарайка на карабанаранайму. Гамбара на карабанаримаса. Да, это мы все вместе, мы все вместе, с сенима де бенкио. Да, вот то есть до смерти мы должны учиться. И ждать, когда пошлют в горы. Это яма нико. Тихо, кокидоробоу, кокидоробоу нико. Микан. Микан, микан, микан. Он сказал, что хурму. Она, жена поправила, что это были мандарины. Мандарины, да. У нас очень много есть гор, которые полностью засеяны мандаринами. Поэтому как раз есть куда пойти к нам, с профессионалом по мандаринам. Она ж по-другому растет. Итак, вы фотографировали, когда была сосна не сделана. Так я не задумаю, что-то пытается собирать.